Всем привет! Вы находитесь на канале Реминфострой. Бетонные кольца для канализации. Строим простейший септик. Каким образом могут использоваться бетонные кольца для канализации в частном доме? Где лучше расположить автономную канализационную систему и каких ее размеров стоит придерживаться? Чем заделывать швы между кольцами? На эти и некоторые другие вопросы мы постараемся ответить. Септик. Первое знакомство. Для начала стоит уточнить, что именно вы собираетесь строить. Понятно, что для отвода сточных вод бетонные канализационные кольца с их диаметром 0,7 до 2 метров подходят исключительно. Они будут изолированы для утилизации стоков там, где нет централизованной канализации. Наша цель – сооружение железобетонного септика. Что это такое? Чем септик лучше выгребной ямы? Тем, что он разделяет жидкую и твердую составляющую стоков, отстоявшаяся и очищенная вода поглощается грунтом. Твердые фракции накапливаются и требуют вывоза раз в один-два года. Для сравнения, выгребная яма нуждается в осенизации как минимум раз в месяц. Полезно. Так называемые накопительные септики – это всего лишь попытка маркетологов продать выгребную яму под красивым названием. Если нет сепарации стоков и их частичной утилизации, септикам соответствующая конструкция никак не будет. Как работает простейший септик? Стоки попадают в первичный отстойник, имеющий значительный объем. Благодаря чему входящий поток почти не перемешивает содержимого. Сточные воды должны проводить в отстойнике не менее трех дней. За это время органика частично перерабатывается бактериями. Легкие фракции всплывают и со временем образуют плотную корку на поверхности. Более тяжелые составляющие оседают на дно в виде ила. В середине емкости отстоявшаяся сравнительно чистая вода, которая может быть направлена на почвенную доочистку, проще говоря, будет впитываться грунтом. Для утилизации очищенных сточных вод чаще всего сооружается фильтрующий колодец. Емкость без дна. Разумеется, для его строительства почва должна обладать достаточно высокой впитывающей способностью, а уровень грунтовых вод быть низким. Отстойников может быть несколько. Каждая дополнительная емкость повышает качество очистки стоков. Собственно, железобетонные кольца для канализации обычно используются в качестве стенок отстойника, отстойников или фильтрующего колодца. Строительство. Прежде всего, давайте определимся с выбором места для септика и размером емкостей. Расположение. При выборе места стоит придерживаться определенных минимальных расстояний от остальных объектов на участке. Фундамент дома 5 метров. Забор, ограничивающий участок 2 метра. Скважина, колодец 30-50 метров в зависимости от проницаемости грунта. Размер. Минимальные размеры емкостей септика, а стало быть и размеры бетонных колец для канализации и их количество, ограничивают два требования. Емкость отстойника должна быть равной как минимум трехдневному объему стоков. Цена занижения объема, резко падающее качество сепарации сточных вод и быстрое заиливание фильтрующего колодца. Площадь дна и смачиваемых водой грунтовых стен фильтрующего колодца должна обеспечить скорость впитывания, как минимум не меньшую, чем скорость поступления стоков. В какие цифры это выльется? Отстойник. При социальной норме расхода воды 135 литров город Москва в проект лучше закладывать 200 литров в сутки на одного члена семьи. Таким образом, минимальный объем отстойника для семьи из трех человек составит 200 умноженное на 3 умноженное на 3 равно 1800 литров или 1,8 кубометра. Для цилиндра диаметром 1,6 метра соответствующая этому объему высота составит 1,8 разделенное на 3,14 умноженное на 0,8 квадрата равно 0,9 метра, что соответствует одному кольцу. На практике, однако, лучше сделать отстойник как минимума с двух. Перелив будет расположен существенно ниже края. Полезно. Бетонные кольца для канализации кольца с дном. Будут куда более практичным решением, чем выбор из колец и дна. Помимо простоты установки, готовый колодец обеспечит большую герметичность. Фильтрующий колодец. В случае фильтрующего колодца вам важна поверхность грунтовых стенок. Обеспечить доступ воды к ним вне зависимости от размера колец поможет простой маневр. Роем котлован. Засыпаем его щебнем на 30-50 см. Ставим на подсыпку кольцо или несколько колец. Выполняем обратную засыпку уплотненным щебнем для бетона. Каковы требования к размерам котлована? Они определяются впитывающей способностью грунта на вашем участке. Вот ориентировочные значения для некоторых типов грунтов. Почва и впитывание литры. Песок. 90. Супесь. 50. Суглинок. 20. Глина. 10 и менее. В среднесуточном расходе в 600 литров на супещаных грунтах необходимая площадь дна и стенок ниже перелива составит 600 деленное на 50 равно 12 квадратных метров. Какую поверхность обеспечить, например, котлован кубической формы размером стенки 1,55 метра? Совет. Лучше увеличить расчетные размеры колодца как минимум вдвое. Инструкция связана не только с заеливанием, но и с возможностью залповых сбросов, например, при стирке. Полезные мелочи. Установка бетонных колец для канализации обычно выполняется подъемным краном. Однако в случае отстойника, не требующего установки бетонного канализационного кольца на щебень, можно выполнить эту работу своими руками. Стоящее на поверхности кольцо обкапывается по кругу логдеевые усадки на нужную глубину. Затем с использованием лома и катков сверху ставится следующее кольцо, после чего котлован продолжает углубляться. Швы заделываются герметизирующим раствором из цемента и песка в пропорции 1 к 3 с добавлением жидкого стекла. Перелив, отбирающий воду ниже уровня поверхности, делается из обычного канализационного тройника. Верхний отвод нужен для прочистки при засоре. Отверстия под перелив можно проделать обычным перфоратором. Однако алмазное бурение отверстий в бетоне даст лучший результат. Кря будут идеально ровными, без скулов. Кроме того, бурение алмазной коронкой, как и резкой железобетона, алмазными кругами не требует замены инструмента при прохождении арматуры. Заключение. Надеемся, что предложенный вниманию зрительный материал поможет ему в самостоятельном строительстве локальной канализации. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.